Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Тесла вчера выросла на 5%, а вот альткоины падают. И это для нас хорошие новости. Если вы давно смотрите мои видео, вы знаете, что я продал биткоины по цене 65 тысяч, продал альткоины, и сейчас я в основном в кэше сижу. И это очень хорошо, потому что и биткоины, и альткоины, все, короче, очень сильно падает. Только Тесла выросла на 5%, а в Тесла я загрузился основательно, перевел деньги из крипты в Теслу. Поэтому смотрите мое видео, смотрите, как я торгую, учитесь. Это бесплатные видосы, я записываю их каждый день, так что поздравляю. Всех, кто разбогател, благодаря мне, всех, кто научился, учите теперь других. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Тесла выросла на 5%, а все остальное упало. Ворлд Коин минус 10. 3 доллара уже стоит. Я помню, мы покупали Ворлд Коин по 1,50$, а продали по 12. Юнисвап 10,70. Я набрал Юнисвап на 50 тысяч долларов. Недавно. Тут надо было продавать, конечно. Когда Юнисвап коснулся моей цели. На 11,90 я там ставил. Но Юнисвап уже упал. Хотя торговые объемы растут. Здесь также и тройная вершина. Так что, на самом деле, нужно было продавать на 11,90. Тройная вершина там. Но растут торговые объемы. На других альтах падают, а тут растут. Поэтому не особо я переживаю. И не продаю, пока растут торговые объемы. Я продаю там, где падают торговые объемы. Но стахастик направлен вниз. Да. Все-таки нужно было продавать. Легко может опуститься Юнисвап. Снова на 8,70. Дерьмицу-то какое. Стахастик вниз направлен. Я покупал Юни на 50 тысяч долларов. На 50 штук подобрал Юни. И вроде получал прибыль. 53 тысячи было. А в итоге, одну тысячу потерял. 48 900 теперь. Да. Такое. Надо было, конечно, фиксировать прибыль. Когда поднимался на 12 долларов. Да. Нужно было закрываться. Потому что падает, я смотрю. Прямо четко же коснулся моей цели, которую я ставил. Я не закрылся. Думал, что будет расти еще. Потому что растут торговые объемы. Тем не менее, пока что-то выглядит неплохо. Потому что чашка с ручкой. Но стахастик в перекупленности направлен вниз. Но растут торговые объемы. Но Юнисвап в канале. Между 12 и 8,70. И тройная вершина. Юнисвап ходит в этом горизонтальном канале. 8,70. 11,90. 8,70. И дальше снова сопротивление на 12 долларов. Стахастик направлен вниз. Но растут торговые объемы. Не очень-то все и плохо. Но все-таки может уйти снова на 8,70. Все-таки я ожидаю, что Юнисва будет расти. Поэтому позицию пока не закрываю. Или закрыть. И поставить ордера на покупку на 8,70. Лучше, наверное, да. Все-таки закрыть. Хотя я тысячу-то уже потерял на этой позиции. Я покупал на 50 тысяч долларов. А теперь уже 48,900 у меня. Даже несмотря на то, что вчера вырос Юни. Но сегодня упал, сука. Да. Ну хорошо, давайте тогда сократим эту позицию. Лучше, конечно, было бы закрыть, пока она была... Ну хотя, что-то заполняется так быстро ордера. Да, короче, нужно было, конечно, закрыться там на 12, когда Юни коснулся моей цели. Потому что... Потому что коснулся цели. На 11,89 я ставил. И вот причины, по которым нужно было закрываться. Первая, это тройная вершина. Были большие шансы, что не пробьет Юни сопротивление. Вторая причина, это то, что уже давно Юни сидит в этом канале. Видите, да, это первый раз было в мае этого года. Когда зашел в этот канал Юни, когда там было? 22 мая. Затем поднялся на 12. 26 мая. Затем снова опустился на 8,70. Снова поднялся на 12. Затем снова опустился на 9 долларов. 10 долларов. 9 долларов. Я должен был это увидеть. Это же канал горизонтальный. Ну в принципе все не так уж и плохо по Юнисвап. Но похоже, что все-таки нужно продать и снова откупить на 8,70. Ну хорошо. Теперь давайте посмотрим на биткоин. Вообще там неважно. Не такая уж большая сумма. Все там не так уж плохо. Объемы растут. Вчера и на биткоине тоже был всплеск по объемам. Это очень-очень важно. На сегодня это растут торговые объемы. На графике мы видим восходящий клин, о котором я давно уже предупреждал. Так оно в итоге случилось. Биткоин вышел из клина вниз. Опускался биткоин на 65 тысяч. И тут, кстати, нарисовалось двойное дно. И было увеличение торговых объемов. Но проблема в том, что все равно мало объемов. Мало. Разве что вот сегодня выросли. Зашли объемы на покупку. И удержали биткоин. Видите, да? И четко двойное дно можно увидеть. На 65 тысяч. Кто-то купил много биткоина прямо сейчас. Майкл Сейлор. Или еще кто. Но, честно говоря, я не уверен, что этого хватит, чтобы удержать биткоин на этом уровне. У меня стоят ордера. Подобрать биткоин на 63 тысячи и на 59 тысяч долларов. Уже несколько недель я держу эти заявки. Но пока что менять ничего не собираюсь. Если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь. Получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь тех анализу. И 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Установлены уже эти ордера, о которых я говорил. 3 биткоина по 63 тысячи, 10 биткоинов по 58. Здесь у меня 63 тысячи долларов, плюс 25 тысяч, примерно 90 тысяч. И 355 тысяч USDT на споте. Это получается в общей сложности 355 плюс 90, 440 тысяч примерно в кэше. И USDT. MCRT на 84.400, минус 1.3%. Юнисвап минус 7.8%. Я сокращаю эту позицию, но по уму нужно было просто зафиксировать прибыль, конечно. Это моя ошибка. Я брал на 50 тысяч долларов Юнисвап. Поднимался до 53, но в итоге опустился на 49. Фактически и прибыль не зафиксировал, и в минус еще ушел. Теперь я хочу продать еще Юнисвап. Сократить позицию еще больше, потому что думаю, что Юнисвап упадет. Снова на 9 долларов. Сокращаю эту позицию, продаем ордерами по 5 тысяч долларов. И теперь получается я сокращаю позицию по Юнисвап на сколько там? До 19 тысяч. И теперь что я хочу сделать? Это я поставлю ордера на покупку на Юнисвап. Перезайду ниже. Поставим на 8 долларов. Сколько? Где там поддержка мы смотрели? На Юнисвап поддержка была, где она там была? На 8 долларов 70 центов. Но честно говоря, я не думаю, что прям туда сейчас пойдет, потому что выше есть еще уровни поддержки. Я думаю, что Юни может опуститься на 9 долларов 60. Легко может уйти на 9.60. Если биткоин там еще посыпется, то и Юнисвап, конечно, на 8.70 может уйти. Даже так. Да легко 8.70. Ни хер делать. Хорошо, давайте ставим на 8.70. Возьмем Юни на 50 тысяч долларов. Бум. Готово. Поставили заявку на 50 тысяч долларов. Юнисвап. Ну а пока что у меня стоят ордера на продажу, которые еще не заполнились. И урок, который я из этого извлек, это если достигли цели по тейк профиту, то нужно фиксировать прибыль. Когда я предполагаю, что биткоин будет падать, то нужно закрывать позиции по тем альткоинам, которые принесли прибыль. На Покет заявка на покупку по 4 цента. Ворлдкоин хочу взять по 2.10. Доджкоин по 11. Многие альткоины, конечно, основательно упали. Посмотрите, например, на Ворлдкоин. 3 доллара уже стоит. Я продавал еще по 5. А еще раньше я по 1.50 брал. А продал по 12. Помните, если может быть. Я как раз тогда всех предупреждал. Я прям буквально предсказал вершину. Смотрите, в Твиттере было у меня. Ну и опять же, не растет, не падает количество подписчиков. Плюс 100 человек туда-сюда. Смотрите, 2 дня назад было 85.400. 13 часов назад 84.900. 1 день назад 85.400. А там 84.900. И теперь у меня снова 85.300. Я в теневом бане. По-любому. Забанил меня Твиттер. Но, что я хочу вам показать. Я ж не про это сюда пришел. Я хочу показать, как я всех предупреждал. 17 марта это было. Я говорю, продаю доджкоин и биткоин. Ворлдкоин был здесь. По 9.80. А теперь стоит 3 доллара. А мы покупали по 1.50. Март. 17. Смотрите, Юнисвап теперь. Юнисвап стоил 13 долларов. Покет стоил 17 марта. Стоил Покет. Если вы помните, у меня было много Покета. И где-то вот здесь я продал. Но Покет стоил 22 цента. А теперь стоит 8 центов. Доджкоин. 17 марта. Когда я это продал? Сколько он тогда стоил? Где это было? 17. Вот здесь 17 центов. А там и внизу я купил. А вот здесь примерно продал. Хорошо заработал. Надеюсь, вы тоже заработали хорошо, если смотрите мои видео. А теперь давайте попытаемся на WorldCoin. Давайте посмотрим. Да, падает WorldCoin. Опускался на 2.94. Смотрите. Практически уже дошел до моего уровня покупки, где собирался брать. Здесь поддержка на WorldCoin на 2.60. По-любому здесь будет какой-то разворот. Поэтому давайте поставим заявку на WorldCoin на 2.60. Сейчас у меня стоит по 2.10. Но давайте еще поставим чуть повыше. На 2.60. На 20 тысяч долларов. Попробуем взять. Эту заявку поставили. На 2 доллара 60 центов. Поставим также уведомление на TradingView. И какие ордера еще можно поставить? На Uniswap уже сделали. Покет. Где можно взять Покет? На Покет у меня стоит заявка по 4 цента. Выше тоже есть уровень поддержки, от которого можно рассчитывать на какой-то разворот. 0.074. А может уже я опускался туда Покет вчера? Да нет, вроде не опускался. Минимум делает прямо сейчас. Но я думаю, что все-таки будет разворот от 0.064. Где моя заявка стоит? На сколько там я ставил? По 4 цента. 0.04. Давайте также поставим и 0.065. Возьмем на 5 тысяч долларов. Небольшую такую заявочку поставим. На 0.065. Возьмем Покет на 5 тысяч долларов. И также, что еще? На 4 цента у меня стоит еще заявка на Покете. Вот такие две заявки. Теперь давайте посмотрим на Доджкоин. Вчера очень близко уже подходил. Смотрите. Но основной уровень поддержки на Доджкоине находится на отметке 10 центов. Но выше тоже есть поддержка. Вот она. На 12. И Доджкоин уже близко подходил к этому уровню. Практически уже опуск... А, нет. Не опускался. На 0.126. Хорошо, что я продал Доджкоин выше. Потому что не смог Доджкоин вылететь вверх из этого нисходящего треугольника. Собирался выходить из этого треугольника, если вы помните. Но здесь его развернули. И там я все закрыл. Вроде бы так и не выглядит, что... Сильно прям упал. Но, тем не менее, смотрите. Это минус 26%. А если считать от максимума, минус 44%. И многие Эльдкоины так упали. 40, 50, 70%. Поэтому хорошо, что мы все позакрывали. Но хороший уровень поддержки это 12 центов. От этого уровня может быть хороший отскок. У меня уже стоит заявка на Доджкоине. По 11. Давайте поставим еще на 12 центов. Или сколько? Доджкоин. 0.122 вроде. Да, уже так совсем близко получается. У меня заявка на Доджкоине стоит на 11. Ну тогда так и оставим. Потому что уже близко к этой цели. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. 1 это биржа, 2 это курсы, 3 телеграм. Курсы обязательно пройдите, иначе торгуете наугад. К телеграму присоединяйтесь. Там другие трейдеры. Можете с ними общаться. И, ребят, еще сделайте мне одолжение, пожалуйста. Зайдите на мой твиттер. А, кстати говоря, Тесла. Я дал хороший сигнал. Смотрите. Пишу такой. Я покупаю больше Теслы. Я брал по... 142 доллара. Так и написал, покупаю больше Теслы. А следующая поддержка на 101. Это как пример моих гениальных сигналов. И вчера Тесла еще выросла на 5%. Прекрасно. И на Тесла я прям четко предсказал дно. Смотрите. Внимание сюда. Вот я взял по 142. Практически идеально поймал дно. На этой желтой трендовой линии зашел. Также здесь большой симметричный треугольник. Я надеюсь, вы обратили внимание на мои видео. Внутри него создается давление. И пджа. Полетели. На расстояние, которое можно измерить по основанию. Поэтому Тесла может уйти на 578 долларов. Надеюсь, вы купили, потому что я буквально предсказал дно. И с тех пор, как я купил. 142. Тесла выросла. На 33%. Я всем говорил, берите Теслу. Всех люблю, обнимаю. Я лучший. Да вы тоже лучшие. Комьюнити у нас самое лучшее. Учитесь у меня. Я предсказал вершину в 21-м году. Я предсказал дно в 22-м году. Мы покупали биткоин на самом дне в 22-м, 23-м. По 15-16 тысяч. Эфир брали по 700. Юнисфоб брали по... Ты не знаю, по 5, наверное, может дешевле. Доджкоин брали по 4-5 центов. Тесла мы взяли по 142 доллара. Взял ее на самом дне. Ребята, если вы у меня чему-то научились, заработали много денег, то не стесняйтесь рассказать об этом. Пишите в Твиттере, оставляйте комментарии. Всем рассказывайте, как вы у меня чему научились. Чем больше всего этого, тем меньше людей потерять деньги, следя за какими-то блогерами, которые не такие профи, как я. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.